Сейчас в некоторых странах идет речь про создание так называемых иммунных паспортов. Какие страны уже ввели их? Что это такое? Расскажите поподробнее. Ввели уже Чили, ряд европейских стран планируют ввести это. Но вот как раз обращаясь к опыту Карена и к тому, что сказал Григорий, вы понимаете, что есть шанс, что этот анализ будет вложен отрицательным. Иммунный паспорт подразумевает разрешение человека. На что? Разрешение на что? На общение. Как наш перебивочный сертификат. Да, но только конкретно по данному заболеванию. А то есть наличие антител в крови, оно предполагает, что человек, вот он может везде ходить, и он не будет заразен. Подразумевается, да. Даже если он контактирует с больными, он не будет переносить. Но дело в том, что мы сейчас в условиях этой эпидемии мы получаем всю информацию практически с колес, онлайн, да, и поэтому мы не можем пока еще знать, насколько длительный иммунитет. Какой уровень антител является именно протективным с точки зрения сопротивления к инфекции? Вот. И моя точка зрения, что, конечно, введение иммунного паспорта, это какая-то определенная сегрегация по признаку. Вот, соответственно... То есть не по расе, а по иммуноглобулинам, да? Да, да, по иммуноглобулинам. То есть этим людям, кто имеет иммуноглобулин... У него одно место в автобусе, а у этих других в другом. Да, да. Этот может быть принят на работу, а этот не может быть принят на работу, при том, что, опять же, ложноположительные, и ложно-отрицательные результаты имеют место. То есть такой иммуноглобулиновый апартеид у нас будет. Пойдем. Наш Карен второй раз стал донором плазмы. Что вы думаете по поводу переливания плазмы людям, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию? Да, тут, естественно, что сейчас идут эти исследования, идут пробные терапии, но важно попасть, конечно, в тот момент заболевания, в патогенеза этого процесса, когда антитела являются эффективными. Потому что, конечно, при цитокиновом шторме добавлять еще, в общем-то, извне стимулятора иммунной системы, мне представляется неверным. Тут еще сложный вопрос. Получается, непонятно количество плазмы, которое нужно будет человеку для его излечения. Потому что мы точно не знаем количество антител и качество. Вот плазму мы получили, да, а сколько в том или ином случае надо дать человеку плазмы для того, чтобы он поправился, непонятно. Опять же, мы эту плазму на карантине не храним, как в обычной жизни, условно говоря. И человек может переносить и гепатит С, и гепатит В, и ВИЧ. Но они все-таки проверяются. Нет, основных инфекций, которые такие, типа СПИД, гепатит С, гепатит В, этого не будет в плазме, она будет на это проверена абсолютно точно. Но получить какие-нибудь другие антитела... К вершинам инфекциям, в общем-то, да. Антитела, бог с небе. Ну, антитела для этого заболевания, а других заболеваний тут... Не застрахуешься от этого. Я пытаюсь прочитать вопросы, которые поступают к нам от наших зрителей. Ожидается ли вторая волна инфекции осенью? Интересуются, конечно же, все. Хочется знать ваше мнение. Елена, пожалуйста. Ну, мы основываемся, конечно, на данных экспертов. Они предполагают, эпидемиологи, вирусологи, да, предполагают вторую волну. То есть, а сколько было вообще повторных... Сколько прошло времени с началом инфекции, и повторных заражений все еще не было? То есть, насколько мы можем рассчитывать уже? Достоверных данных пока нет. Достоверных данных, то есть, 4 месяца практически у нас уже есть, правильно? Да. 4, да. Ну, да, январь, февраль. Пока достоверно повторных случаев заражения не выявлено. Поэтому сложно говорить о том, что будет она. Ну, поживем, посмотрим, увидим. Вопрос от Лины Корлибовой. Как вы считаете, синтезирован ли вирус в лаборатории? Это хороший провокационный вопрос. Давайте, нам нужно ответить, друзья мои, на эти вопросы, потому что они возникают. Постараемся. Пожалуйста. Не исключено. Я думаю, что не исключено. Владимир? Ну, это, собственно... Я считаю, что природа, она всегда развивается, мутирует, как бы, и в данной ситуации, если нашли сходство с предыдущим коронавирусом, да, когда была вспышка SARS, да, ну, что ему мешало мутировать и стать чуть-чуть другим, получить новые свойства и развиться. Он отличается от SARS где-то на 84%, то есть это почти то же самое. Да, и сама схема терапии, которая была использована при инфекции SARS, она перешла и на лечение инфекции SARS-2. Ну, надо ответить еще Лиле, да, насколько я понимаю, что эпидемии сопровождали человечество, всю его историю, правильно? То есть, и как-то, там, вот эти эпидемии чумы, оспы, они как-то справлялись без этой вирусологической лаборатории в Ухане, поэтому зачем уже поплодить сущности? Ну, вот эти эпидемии.